Еще один маленький, совсем маленький примерчик, я больше не заставлю вас переписывать по шестнадцать строчек. Тоже из того же дожилет. Три строчек тут более легче. Пчелка золотая, что ты жужжишь, все в круг летает. Прочь не летишь, пока все просто. Пчелка золотая, что ты жужжишь, все в круг летает, прочь не летишь. Размер? Мне кажется, давай проверять. Хорей, точно. Хорей, точно. Хорей, точно. Так, ну давай. Пчелка золотая, что ты жужжишь. Хорей или ям. Хорей или ям. Это смесь хорей с ямой. Смесь хорей с ямой. Да, смесь хорей. Да, может, первая это хорей, а потом идет форма хорея. Хорей не катится. Это может быть челка золотая. Нет, форма хорея. Форма хорея же может быть. А может, здесь не ям. А может, здесь не ям. Там, 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 там. А может, здесь не отхит. А может, здесь не отхит. Они же могут быть похожи на ямку. Разнастольные ямку. Это означает три обмана, а там что есть? Безударные, похожи на яму, когда все ударно. Черезаются эти строчки. Может это разнастольные ямки? Там-пам-пам, 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 там-пам. Это да, в славе секунду. Почему мы вот с таким трудом устанавливали? Раз стопа. А от второй стопы что осталось? Два. Раз стопа. И от второй что осталось? Только одну ударину. Только одну ударину. Дальше. Дальше вмешалась сверх схема ударения. Это тоже так. Все вкруг летает. Не случайно. Точки на две стоят, да? А что это за слово первая четвертая строчка? Первая? Первая четвертая строчка. Прочь. А, прочь. Все вкруг летает. Прочь. В нем летишь. А там еще дальше. Есть. То есть, пока совершенно нормальный, пустовый датчик. Он дальше продолжается. «Или ты любишь лизу мою». Похоже на датчик? Похоже. «Или ты любишь лизу мою». Итак, давайте все вступим. Тут все понятно. Первые четыре строчки. Видите, герой задается таким замечательным вопросом, что это вокруг него вьется пчела. И этот вопрос уже совсем с другой интонацией задан. Не так ли? Че ты бьешься-то? Ты че, лизу любишь? И дальше, конечно, объясняется, почему пчела может любить лизу. Сам орли белый грудь у нее. Губы медовые. То есть, конечно, на самом деле, стихотворение посвящено не пчелке вовсе, а лизе. Кстати, стихи стали популярной солдатской песней. Эти? Да. Настолько популярной, что Держерн сам потом даже сам на себя написал пародию. Паша злотая, что ты стоишь, взорву и смущая, пар и смущая, взорву и манишь. Или ты любишь пузу мою? Нет. Итак, Дарси, двусторки. Что делать со страфой? Вот такая последовательность повторяется несколько раз в продолжении всего стихотворения. Давайте определять. Первая строчка. Женская. Мужская. 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 Почему Б понятно? Да. Женская. Мужская. Мужская. Вот самая страненная четверстейшая в русской поэзии. А, Б, А, Б. Женская мужская, женская мужская. Замечательно. Дальше. Потом идет женская. А потом женская. А потом женская. Но они как-то вообще залифованы. И они никак не будут. Вообще не залифованы. Но идет Б большая, а потом С большая. Ну, Б это вряд ли, потому что В за без. С большая. То есть строго говоря вот так. Да? Любишь мою. С и Д. Но. Мужская. Они будут. Вот к этим последним строчкам рифмы вообще не будут. И не жди техника. То есть это получается, что окончание эстрофы не рифмовано. Оно не мужское и не женское. Оно холостое. Холостяк. Но при этом понятно, почему в первом случае у меня Х. Вот это вот. Большой. А здесь маленький. Ну, потому что сначала не женское, а потом мужское. Да. Потому что окончание все-таки женское или мужское. Так вот, если вы встретили нерифмованные строчки, мы их обозначаем Х. Нерифмованные строчки. Такое вы тоже можете встретить. Можете встретить и более интересные вещи. Тогда скажем, среди шестистише. Вот эти прорифмованные последние две будут рифмоваться со следующими двумя. Понятно, о чем идет речь? И таких разнообразий строкических у нас великое множество. Так. Так.